Юрий Кириллович, рад вас приветствовать. Начну я с того, что, наверное, непонятно многим. Вот, например, почему так важно слово «война» заменить на другое? Например, специальная военная операция. В чем здесь скрытый смысл? Не могли бы вы порассуждать вслух об этом? Ну, порассуждать, пожалуй, можно. Всех приветствую. Порассуждать можно, находясь вот на острие, на этом лезвии ножа, поскольку это слово запрещено, и вы будете использовать где-нибудь в публичном пространстве, можете нарваться на какие-нибудь репрессии. Вот, потому что военные действия, они скрываются за какой-то специальной операцией, хотя сводки с фронтов, которые передают наши новостные агентства, ужасающе страшные. Это делают наши каналы официальные, поскольку неофициальные все сегодня закрыты, запрещены и не имеют доступа к народу. Но когда я вслушиваюсь и всматриваюсь, например, давно уже наш генерал, он там постоянно докладывает о происходящих на фронтах вещах. И он тогда сказал, это уже порядочное время прошло, 30 тысяч человек загублено в Украине, они их называют националистами в ходе вот этой операции. Половина из этого, значит, невозвратные потери, ну а половина, может быть, не выздоровеет. Он произносит это, как будто бы так, просто выпал снег или снег убрали с тротуаров. И за спиной у него кадры разрушенных городов. И почему это слово не произносится? Поскольку все нечестно, все построено на обмане. Обман, что националисты в Украине управляют страной. Обман, что русских притесняют в Украине. Обман совершенно, что там националисты какие-то сегодня расстреливают людей, пытающихся уйти. И поскольку во всем обман, вот за этим словом, специальная операция, скрывается по-настоящему жутчайшее агрессивное нападение на страну, где действительно наши практически родные люди. Поэтому отвечая на этот вопрос, почему, его бы надо задавать тем, которые состряпали вот эту лживую, такую похабную, я скажу, позорящую нашу нацию, вот эту модель, когда мы творим такое, и всякими формулами, разжигая в людях ненависть к людям, в наших людях разжигаем ненависть к людям, когда люди во всей своем большинстве одобряют нападение, одобряют эту разруху страны, одобряют это давление, уничтожение буквально. Это же надо было вот так возбудить в людях ненависть к соседу. Ну это же просто пример к себе, вот ты живешь в многоэтажном, многоквартирном доме, пример к себе, когда тебя ненавидят сосед справа, сосед слева, сосед снизу, сосед сверху, и про тебя разносят сплетни, что ты такой, что ты секой, что ты... Как это можно сделать? Зачем это нужно сделать? Как можно ли от этого избавиться? Более великий вопрос. А почему и зачем? Ну, к сожалению, мы поставили на себе, на нации, на нации на себе, историческую маркировку лжецы и насильники. Продолжение следует...